Привет, это Геймер. Добро пожаловать обратно на канал. Сегодня я рассматриваю окончательный нокаут четырех парней для PS4. Игра также доступна в Microsoft Windows. Четыре парня Ultimate Knockout это многопользовательская игра с нокаутом, разработанная Mediatonic. Так на что же похожа эта игра? В игре ты и 59 других игроков соревнуетесь в серии раундов на выбывание, начиная от штурмовых курсов, командных соревнований и других испытаний. В конце каждого раунда некоторые игроки выбывают. Оставшиеся игроки переходят в следующий раунд, пока не определится победитель. У тебя есть веселые полосы препятствий и несколько менее интересных командных уровней, таких как захват флага, похожие стили, в некоторых тебе придется болеть. Ты можешь сбалансировать на вращающихся платформах, и если ты упадешь, ты вылетишь. Ты можешь настроить своего персонажа, но твои возможности ограничены на первом уровне. Однако по мере прохождения турниров ты будешь получать награды, которые можно будет использовать для разблокировки уникальной косметики. Управление довольно простое с кнопками прыжка, захвата и погружения, так что любому очень легко подобрать и играть, независимо от ваших способностей. Ты знаешь, в первом мне это действительно понравилось. Это было действительно весело в течение первых двух часов. Отличный смех, очень красочный, смешной, глупый, действительно приятный. Но потом, ты знаешь, это действительно начало немного повторяться, но я бы сказал, что это игра такого типа, которая идеально подойдет для людей, которым нужно убить полчаса или час, и они хотят немного расслабиться. Визуально это одно из самых красочных впечатлений, которые я когда-либо видел. Каждый раунд выглядит как калейдоскоп красочных, глупых персонажей, бегающих вокруг, вызывая абсолютный хаос. Звук в значительной степени такой, каким ты его себе представляешь. Это громко, это чересчур, и это очень мило. Маленьким детям это очень понравится. Хорошо, что хорошо, а что плохо. Что хорошо. Его очень легко взять и поиграть. Предпосылка, элементы управления просты, уровни разнообразны, и это просто веселый и нелепый опыт, который можно наблюдать. Что плохо. После короткой сессии игра действительно начинает терять свой блеск. Это не то, что надолго задержит твое внимание. И поймать уровни типа флага, немного тяжелая работа по сравнению с удивительными полосами препятствий. Хорошо, каков вердикт для парней. Окончательный нокаут, это забавная многопользовательская игра. Это очень красочно и глупо. Штурмовые курсы разнообразны, но раунды поймай флаг не так хороши. Это действительно игра, в которую может играть любой. Но это скорее опыт, которым можно насладиться за короткий сеанс, быстрые полчаса, быстро сходить и немного заработать, а затем пойти и поиграть во что-нибудь еще. Это, наверное, хорошая игра, если ты играешь во что-то довольно интенсивное, например, в военный шутер или в игру Dark Souls, и тебе нужно что-то на стороне, чтобы потом как-то облегчить тебя. Если просто для того, чтобы успокоить тебя, это будет хорошим вариантом. Это заставит тебя смеяться, это здорово, хорошо играть с друзьями, и это глупо. Ты знаешь, это будет не та игра, которая продлится несколько месяцев, но как небольшое развлечение на стороне, определенно стоит посмотреть. Так что мой счет за окончательный нокаут для полных парней, 7,8 из 10. Хорошо, это был обзор. Спасибо, что посмотрел. Если тебе понравилось видео, пожалуйста, поставь лайк и подпишись. Это геймер, подписывающий контракт. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.